Всем привет! Это 11 часть серий о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Основанная в 1987 году, компания PowerCom на сегодняшний день является всемирно известным производителем источников бесперебойного питания и оборудования для защиты электроснабжения. Спектр разрабатываемого, производимого и поддерживаемого PowerCom оборудования максимально широк от стабилизаторов напряжения и резервных ИБП для персональных компьютеров до источников бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии мощностью до 1,5 МВт различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системной электропитания. Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания серии Imperial выпускаются в мощностях 1000 В, 1200, 1500, 2000 и 3000 В. Имеет две конфигурации Imperial EMP со светодиодной индикацией Imperial EMP с удобным ярким большим ЛСД дисплеем. В источниках бесперебойного питания установлено несколько внутренних аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. Емкости аккумуляторов этих ИБП хватит на автономную работу в течение от 30 до 80 минут. Линейно-интерактивные ИБП серии Raptor и Spyder имеют широкий диапазон мощностей от 550 ВА до 2000 ВА и выпускаются в конфигурациях с тремя 8 выходными розетками. Есть модели с ЖК-дисплеем, с компьютерными и евророзетками. При защите диагностического оборудования важно не просто обеспечить бесперебойную работу, но и дать достаточно времени для сохранения результатов исследования. С такими задачами хорошо справится ИБП онлайн типа серии Macan. Мощность таких устройств от 1000 ВА до 3000 ВА. Есть возможность подключения внешних батарейных блоков для увеличения времени автономной работы. Дополнительным преимуществом можно назвать внутренний слот для CNP адаптера для организации удаленного мониторинга и наличия портов USB и RS-232. Жизненно важные элементы любой IT-инфраструктуры предприятия защитят линейно-интерактивные ИБП серии SPR-SRT с чистой синусоидой на выходе. Мощностью от 1000 до 3000 ВА с большим количеством розеток, LCD-дисплеем, поддержкой SNMP. У модели SRT есть возможность подключения дополнительных АКБ. Для компактных рабочих мест подойдут сверхкомпактные и легкие встраиваемые в системный блок компьютера модели серии Alien. Их мощность 500 ВА, 600 ВА и установлено в них литий-ионное АКБ. Компания PowerCom предлагает для защиты серверных и небольших цодов использовать трехфазные модульные ИБП, в частности VGD-233R. Эти модели имеют модульную архитектуру мощностью ИБП от 80 кВА до 600 кВА, шаг расширения здесь от 25 кВА, есть резервирование по схеме N-1 на уровне модулей, горячую замену всех узлов ИБП и каждый модуль оснащен ЖК-дисплеем. Модели серии Alien выполнены по офлайн технологии и их основное предназначение – защита электроснабжения рабочих мест дома или в офисе. Устройства удобны в эксплуатации и экономят рабочее пространство, так как встраиваются в корпус системного блока с подключением к монитору. Выпускается в мощностях 500 и 600 ВА. После подключения к USB порту компьютера возможно корректное сворачивание операционной системы с сохранением данных при разряде аккумулятора ИБП. А с использованием программного обеспечения OPSMAN можно получать сообщения о состоянии ИБП и электросети, отслеживать истории событий и многое другое. Также среди особенностей серии стоит отметить тихую работу в синхронизацию запуска выключения с работы и компьютера, функцию холодного старта, то есть запуска от батареи без входного напряжения, защиту от короткого замыкания и перегрузки. Компания PowerCom в рамках развития линейки трехфазных источников бесперебойного питания выпустила на рынок новую модель VGD-2M. Новинка представляет собой современную модульную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии и завершает наполнение трехфазной серии Vanguard 2.33, которая ранее была представлена моноблоками VGD-2K и решением в стойку VGD-2RM. Компания Micran имеет полный производственный цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная от электронной компонентной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями. Micran – это аббревиатура слов Microwave Amplifier Loaf Noise, что в переводе означает малошумящий СВЧ-усилитель. Малошумящие усилители для приемных антенн были первой продукцией предприятия. Само предприятие начало свою деятельность в 1991 году. В далеком 2000 году предприятие начало производство систем прием-передающих модулей AFAR. И уже в 2009 году компания Micran отгрузила заказчикам уже 5000 радиорелейную станцию аппаратуру Micran в числе высокотехнологичной продукции для нужд Арктики. В 2018 году компания Micran стала главным поставщиком радиорелейных станций на стратегическом проекте МГ «Сила Сибири». С 2019 года компания стала активно развивать новые направления – индустриальный интернет вещей, технологии 5G, радиофотоника. Micran разработал радиоинтерферометр для геогеографического комплекса RAN. В 2020 году разработан отечественный радиомодуль 5G-AO-NPF Micran. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики. Беспроводная технология 5G использует разнообразные частоты в пределах двух блоков, известных как FR-1 частоты от 450 МГц до 7 ГГц и FR-2 частоты от 24 ГГц до 52 ГГц. FR-1 преимущественно включает традиционные частоты, ранее используемые в технологии 4G. FR-2 – это принципиально новые частоты миллиметрового диапазона, которые позволят существенно увеличить скорость передачи данных и откроют возможности для новых сфер применения беспроводных технологий. В диапазоне частоты FR-2 имеются определенные трудности с использованием коксиальных соединений с воздушным заполнением. Компания Micran начала разработку коксиальных соединителей с момента основания департамента. Перспектива широкого внедрения сетей 5G и оборудования для 5G New Radio послужила стартом проведения опытно-конструкторских работ по разработке соединителей 2,4-1 мм с расширенным частотным диапазоном. Теоретически, критическая частота воздушной коксиальной линии сечением 2,4 на 1 мм обусловленной влиянием паразитной волны высшего порядка составляет 56,7 ГГц, однако частотный диапазон лимитирует диэлектрическая опора, необходимая для позиционирования центрального проводника соединителя относительно внешнего. Относительно диэлектрической проницаемости этой опоры больше, чем у воздуха, что приводит к уменьшению критической частоты до значения чуть выше 50 ГГц. Выше критической частоты возникают резонансы, характеристики коэффициента передачи и коэффициента отражения, обусловленные паразитными волами. Специалистам компании Micron удалось преодолеть это ограничение и создать коксиальный соединитель в тракте 2,4-1 мм, который можно использовать в пределах всего блока частот FR2. Компания Fanville – один из ведущих мировых разработчиков и производителей решений для IP-телефонии. Оборудование Fanville идеально подходит для крупных корпоративных пространств, а также для использования в среде малого и среднего бизнеса. Компания Fanville является одним из ведущих производителей голосовых и видеотерминалов и предлагает клиентам экономически эффективные инновационные продукты. Уважаемые посетители выставок «Довите» и «Связь», лаборатория «Микротрибург» приглашает вас ознакомиться с инфициальными датчиками и системами, а также с решениями модификации и вычислениями ориентации на стенде номер FI-009. Модель начального уровня X-серии Fanville X1. Это бюджетная модель, но имеет необходимые функции для построения качественной ВАИП-связи. Fanville X1 может работать одновременно с двумя SIP-серверами. Данный телефон поддерживает возможность настройки через веб-интерфейс непосредственно с телефона или компьютера, что обеспечивает дополнительное удобство и простоту настройки. Fanville X210i – это многофункциональный IP-телефон, оснащенный микрофоном. Телефон поставляется с HD-аудио, встроенным Bluetooth, возможностью подключения к Wi-Fi и 2-гигабитной камерой. Встроенная функция домофона на X210, оснащенного видеокодеком H264, позволяет взаимодействовать с другими IP-камерами или видеодомофоном Fanville SIP, чтобы можно было вести двухстороннюю беседу с посетителями и открыть дверь с вашего IP-телефона. Fanville C600 – это мультимедийный IP-телефон с видеокамерой на базе OOS Android 4 с сенсорным цветным дисплеем и двумя гигабитными интернет-портами. Fanville C600 совместим со всеми IP-ATS, в том числе облачными, на основе стандартного протокола SIP и AX2. IP-SIP домофон Fanville I-51 можно использовать как домофон и как систему оповещения для залов, ожидания и офисов, чтобы удаленно сделать объявление или использовать электрический замок в двери. Компания Fanville Russia оказывает полный комплекс услуг, которые включают 1. Педпроектное обследование существующей инфраструктуры заказчика. 2. Проведение аналитики бизнес-процессов для предложения оптимального решения. 3. Проектирование IP-телефонии для компаний любого масштаба. 4. Поставку оборудования. 5. Выполнение монтажных работ и подключение к существующей инфраструктуре заказчика к точкам подключения провайдера. 6. Осуществление профессиональной технической поддержки сертифицированными специалистами. Компания Grandstream Networks была основана в 2002 году и является ведущим производителем продуктов IP-телефонии и систем IP-видеонаблюдения. Кроме того, Grandstream разрабатывает и поддерживает собственное бесплатное программное обеспечение G-Surf Pro, которое может работать с 72 камерами Grandstream одновременно. Конференц-телефон на Android GAS 2500 – это идеальное решение для проведения конференц-совещаний. Работая под управлением операционной системой Android GAS 2500, доступны все приложения из Google Play Store, в том числе и те, которые можно использовать для проведения совещаний. Grandstream GAS 2500 имеет беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi и поддерживает объединение до двух устройств в цепочку для покрытия помещений большой площади. Для небольших офисов и домашних пользователей предназначены SIP-адаптеры серии HT, а для средних и крупных организаций – функциональные VIP-шлюзы серии GXV. С помощью телефонных адаптеров серии HT вы можете легко подключить традиционные телефонные аппараты и аналоговые линии связи, как собственные, так и облачные IP-ATS. IP-ATS, выпускаемые компанией Grandstream, разбиты на три модельных ряда. Серия UCM 6200 включает три модели, которые поддерживают до 800 абонентов и от 50 до 100 одновременных разговоров. Туповая модель UCM 6510, помимо поддержки в 2000 абонентов и 200 одновременных разговоров, также имеет порт E1 для подключения до 30 телефонных каналов по цифровому потоку. Коллектив группы компании DWDM.ru имеет многолетний опыт ведения проектов по созданию инфраструктур мультиплексирования оптических сигналов связи, в том числе для объединения центров обработки данных – СОДОВ. Немного технической информации о технологии DWDM. DWDM – это плотное спектральное уплотнение, мультиплексирование, от английского dense wavelength division multiplexing. Если сказать простыми словами о технологии спектрального уплотнения оптических сигналов связи, то это технология уплотнения волокна в волокне и нарезания в оптическом волокне под волокон за счет разделения спектра используемого для передачи сигналов по волос на несколько подспектров и использования каждого из них в качестве отдельно несущей, отдельного независимого потока информации. Разделение происходит за счет пассивных устройств – оптических мультиплексоров, фильтров. Каждый порт оптического мультиплексора подключается через оптическое волокно DWDM-трансивер частотного излучения, которое соответствует порту DWDM-мультиплексора – фильтра. Пассивная система DWDM не имеет активных оптических усилителей, но обладает высокой пропускной способностью и потенциалом расширения. Но расстояние передачи ограничено оптическим бюджетом используемых модулей. Активная система DWDM обычно называется системой на основе транспондеров. Они предлагают способ транспортировки больших объемов данных между сайтами в устройстве межсетевого взаимодействия СОД. Транспондер принимает выходные форматы SAN или IP-переключателя, обычно в формате с короткой волной 850 нм и длиной волны 1310 нм, и преобразует их с использованием OAE Optical Electrical Optical – DWDM преобразования. При создании Long Hall CTR-DVDM в линию последовательно устанавливаются несколько усилителей и ДФА. Количество усилителей в одной секции ограничено и зависит от типа оптического кабеля, количества каналов, скорости передачи данных по каждому каналу и допустимого значения ОСНР. Компания SCEN является профессиональным разработчиком и производителем IP-телефонов, работающих в AIP-решениях по всему миру. Компания работает с 2001 года. На российском рынке массово представлена с 2012 года. Оборудование SCEN предназначено для корпоративных решений связи, причем особенно широко представлено в нижнем ценовом сегменте. SCEN занимает промежуточное положение между производителями дешевых и низкокачественных продуктов и производителями дорогих IP-телефонов, предлагая доступные, но вместе с тем качественные продукты. В настоящее время IP-телефоны SCEN активно используется с облачными АТС. График цена-качество по представленным производителям средств связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова